Мы с вами знаем, что на Яндекс.Зен довольно много проблем. Некоторые сразу заметны, такие как, скажем, если у вас не крутятся статьи, или, может быть, не выводятся деньги на баланс. А есть проблемы такие, о которых многие даже и не догадываются. То есть, бывает так, что у вас какая-то статья ограничена, а вы об этом ни слухом, ни духом. И бывает так, что вы пишете в поддержку, вам говорят, что нам потребуется время, снимают эти ограничения, возвращаются с хорошей новостью и говорят, что всё в порядке, можете спать спокойно. Но, на самом деле, часто проблемы никуда не исчезают. Сегодня поговорим о скрытых проблемах, о которых мало кто догадывается, но они всё ещё есть. Вот. В общем, это Крятов. Подписывайтесь на мой канал, на Инстаграм тоже подписывайтесь, ставьте «нравится» и мы начинаем. Это есть и на других платформах тоже. Собственно, с чего всё началось, как я об этом узнал. Есть у меня один товарищ, который мне постоянно говорит, «Игорь, попробуй вот это». Ну, скажем, появляются короткие видео на Яндекс.Зен, он уже их выкладывает, он уже подаёт заявку, появляются посты на Яндекс.Зен, он опять же их выкладывает, пишет и подаёт заявку на то, чтобы их монетизировали. Скажем, на то, чтобы попасть в программу поддержки авторов постов, он пять раз подавал заявку, пять раз ему отказывали, пять раз у него ничего не получилось, но, к счастью, он состоит в Нирване, написал им в Нирвану и только после этого ему одобрили поддержку. Но не в этом суть. Так вот, он мне всё время говорит, что давай попробуй вот этот формат, попробуй вот этот формат. И он же мне сказал, что на моём канале по истории будут неплохо заходить посты. Я в одном из прошлых видео говорил, что не хочу выкладывать посты, потому что проще чуть-чуть удлинить текст, и получится полноценная статья, уже с монетизацией, на которой я смогу зарабатывать. То есть мне проще выложить полноценную статью. Но тут я задумался вот над чем. Есть же у меня старые какие-то статьи, и можно из них сделать коротенький пост и выложить его. Но тут вопрос, ограничит ли её Яндекс.Зен или не ограничит. В общем, беру я какую-то старую статью популярную, делаю из неё коротенький пост и выкладываю. И одновременно с этим пишу в техническую поддержку Яндекс.Зена. И говорю, так и так, вот я выложил пост, вот он по тематике очень похож на предыдущую мою статью. Я не переписывал слово в смолу, я там не копировал текст, я своими словами заново, можно сказать, написал просто на ту же тему. И спросил у них. После этого мне приходит ответ, что, мол, так и так, уточните, вы хотите полностью повторять или частично повторять. А потом через некоторое время пишут, что мне понадобится время, чтобы уточнить информацию. А сам пост в это время набирает несколько тысяч просмотров и просто останавливается, ну то есть не крутится дальше. Ну я думал, это нормально, что посты там некоторое время откручиваются, и после этого всё. Но тут выясняется, что с ним всё было не очень в порядке. Неожиданно мне приходит такой ответ. Возвращаюсь к вам с ответом. Материал такой-то, такой-то был ошибочно ограничен системой, и дополнительная проверка показала, что пост не содержит нарушений правил платформы, поэтому он вернулся в рекомендации Дзена. Приношу извинения за сложившуюся ситуацию. То есть он был ограничен, а я об этом даже и ничего не знал. Вот. Вы можете публиковать посты на ту же тематику, что и публиковали статьи. Главное, чтобы они не повторяли старые материалы, так как это является дублированным контентом и нарушает наши требования к контенту. Дублированный контент — это материалы, которые полностью или почти полностью повторяют публикации, ранее размещенные в Дзене. Тут как-то вот каламбурно у них получилось. То есть можно публиковать, но чтобы не повторяли. На ту же тему, но чтобы не копировали. Собственно, как я это понял, что можно писать на ту же тему, Но не использовать тот текст, который был ранее, а писать текст заново Собственно, пока что я сделал два поста Они хорошо стали крутиться, подал заявку в программу поддержки авторов постов И вроде все нормально Но тут я смотрю, что второй пост существенно стал перегонять первый А первый опять там набрал, по-моему, 7 тысяч дочитываний И просто застопорился Я думаю, ну что за фигня, может опять ограничили И пишем поддержку, так и так Посмотрите, с постом все нормально Мне опять пишут Мне потребуется время, чтобы уточнить Через некоторое время приходит следующий ответ Здравствуйте, возвращаюсь к вам с хорошей новостью Ваша галерея Странно, что в ответе они использовали слово галерея Хотя речь про пост Вероятно, они просто берут старые шаблоны И просто вставляют их Яндекс.Дзен.Поддержка Посмотрите, пожалуйста, и замените свои старые шаблоны Галерей-то уже нет, вы их закрыли Ну да ладно В общем, ваша галерея, которая не галерея, а пост Абвер не гнушался вербовать свои в ряды советских предателей Была ошибочно ограничена и доступна по подписочной модели После повторной проверки ограничения были сняты И сейчас она показывается всем заинтересованным пользователям платформы Приношу вам свои извинения за сложившуюся ситуацию Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пишите с радостью «Помогу» Новость-то, конечно, радостная То есть второй раз, можно сказать, сняли ограничения Но суть в чем? А суть в том, что первый раз пост проверили, сняли ограничения Все хорошо Дзен ее начал крутить и опять заблокировал То есть в предупреждениях это нигде не появлялось Ни в первый, ни во второй раз Но Дзен втихомолку ее блокировал У меня это, конечно, немножко возмутило и я им написал Спасибо, но почему ее два раза ограничили? В первый раз ее уже заблокировали А потом сказали, что все в порядке И разблокировали И может ли быть третье ограничение, о котором я могу не знать потом? Собственно, я у них и спросил Третье ограничение это может быть? То есть, это как получается? Я пишу статью, ее разблокируют Я спокойно ни о чем не знаю продолжаю писать Ее опять блокируют Я опять, может быть, ее разблокирую И там и в третий раз ее бах и заблокируют В общем, непорядок На что мне ответили Прошу прощения за эти случаи и частые блокировки материалов Дзен стремится создать максимально комфортные условия для пользователей платформы Одна из наших приоритетных задач Не допускать материалы, которые нарушают требования Дзена Однако не всегда система корректно анализирует публикации Поэтому случаются ошибочные ограничения и блокировки контента Мы стараемся уменьшить ошибки с нашей стороны И работаем над улучшением этого механизма Но гарантировать, к сожалению, что публикацию система снова ошибочно не ограничит Я не могу, дело в том, что сотрудники службы поддержки не принимают участие в проверках контента блогеров А также не выставляют и не снимают ограничения В случае, если ваши публикации будут ограничены или заблокированы Присылайте, пожалуйста, ссылки на материалы Мы проверим информацию И вот обратите внимание на абсурдность ситуации Они работают над своей системой Стараются, чтобы было меньше срабатываний Вот, теперь можно похлопать, друзья Давайте теперь похлопаем Но суть в том, что материал, который не редактировался и был заблокирован Система его проверила и решила, что ошибочное ограничение Окей Зачем она его второй раз проверяет? То есть, если первый раз было установлено, что никаких нарушений нет Правила при этом совершенно не менялись Но система повторно ставит ограничения Хорошо, пусть даже два раза Мы выясняем после двух проверок, что все в порядке с материалом Материал, опять же, заново не редактировался То есть, как вот он изначально был опубликован Так же он и остался Почему система может взять и ограничить его третий раз? Это же полнейший абсурд То есть, у них как это работает вообще? Сегодня у них одно настроение, и это считается нарушением Завтра у них другое настроение, и это уже не считается нарушением Зачем вообще нередактированный материал проверять повторно И накладывать на него ограничения? Вот, скажем, установила система, что нет нарушений в публикации Если его никто не трогал, пусть он нормально крутится Если ты его после этого отредактировал, да, пусть она повторно проверит Причем проверит те правки, которые были внесены именно их А не так, что, как они пишут, что материал был отредактирован Поэтому мы его перепроверить не можем В общем, какой-то абсурд Я им об этом написал И, собственно, у меня после этого появились подозрения Что материал у нас опять не крутится Что с ним опять какие-то проблемы Я им через несколько дней по этому поводу опять написал Что посмотрите, материал-то в порядке у меня или нет На что мне ответили Здравствуйте, проверил статус указанного материала Аббер не гнушался вырубовать свои ряды советских предателей И рад сообщить, что с ним все в порядке Никаких ограничений нет Публикация корректно рекомендуется Заинтересованной аудиторией У каждой публикации на платформе свой собственный темп набора показов Одна выстрелит и сразу же наберет условно тысячу показов А другая будет идти к этому числу постепенно Это нормально Ведь на показы влияют множество различных факторов Среди которых само содержание публикации Дочитывание Оценки больше такого и так далее Еще если материал зацепил пользователей Они будут охотнее делиться им и оставлять комментарии В таком случае охват может расти быстрее Поэтому рекомендую анализировать свои популярные материалы С помощью статистики Какие у них были темы Что в них было особенно удачным Оформление Взаимодействие с аудиторией Или сама тематика Это поможет понять, что нравится вашей аудитории И использовать все эти приемы при создании следующих публикаций В общем так сказать успокоили Но вопрос у меня был не в этом Мне в данном случае не нужны были рекомендации Как лучше публиковать материалы У меня вопрос с ограничениями был вызван просто потому Что мне сказали, что мой материал могут заблокировать в третий раз Меня это беспокоило Я им и написал, что да я понимаю Просто публикации уже два раза ограничивали по ошибке И мне сказали, что могут и третий раз ограничить Поэтому не вижу иного выхода Кроме как периодически уточнять ее статус Спасибо за ответ В общем как это получается Я должен теперь публиковать материал Проверять его Но в данном случае речь идет как раз о постах Потому что надеюсь в случае со статьями Будет появляться это в предупреждениях Но тем не менее Даже в случае с постами Хотя я и насчет статей теперь не уверен Если я публикую какой-то материал Мне теперь что? Постоянно писать в поддержку и спрашивать А все ли в порядке с материалом? Посмотрите пожалуйста Пройдет месяц-два и снова писать Там спрашивать нормально ли все с материалом? Не ограничен ли он? В общем странная ситуация Которая мне совсем не нравится По-моему это очевидно Что это какая-то вот проблема в данном случае Ошибочные ограничения Одного и того же материала То есть Ну это по-моему довольно просто сделать Чтобы один и тот же материал После проверки Если его никто не редактировал Чтобы он больше не ограничивался То есть проверьте один раз Посмотрите Есть нарушения Нет нарушений Если нарушений на материале нет То блин сделайте так Чтобы его повторно Не ограничивали Если у вас тем более И правила не изменились И второй момент Который меня постоянно беспокоит Это то что я иногда Вот публикую статью Потом нахожу в ней какие-то ошибки Исправляю их Публикую статью заново И ее после этого уже блокируют А потом говорят Ой извините Мы не можем проверить ваш материал Потому что в него были внесены изменения Мне кажется это нормально Что авторы иногда исправляют Какие-то свои материалы Ненормально то Что вы после этого Не можете перепроверить материал Если он был ограничен Доходило же даже до смешного Когда я писал статью про офицера А мне писали Что там есть ненормативная лексика И после этого писали Что извините Мы не можем перепроверить материал К счастью Та ситуация благополучно разрешилась Вот Посмотрим как будет дальше Но с этими проблемами Я думаю нужно разобраться Ну а у меня на этом все Подписывайтесь на мой канал На инстаграм Тоже подписывайтесь Ставьте нравится До новых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok